Норвегия Причиной слабых показателей производственного сектора недавно стало падение цен на нефть. Многие компании Норвегии, такие как транспортная компания или компании по ремонту оборудования, сильно полагались на клиентов нефтегазового сектора. Если в одном секторе проблемы, они появляются и в другом. Тем временем мы ожидаем, что производственный сектор и дальше будет сокращаться. Мы считаем, что цены на нефть могут еще больше упасть. Например, в 2015 году прогноз по цене неочищенной нефти Brent лишь 55 долларов за баррель. Но в будущем мы полагаем, что есть причины для некого оптимизма. Из-за большой зависимости Норвегии от нефти, цены на которую ассоциируются с более низким обменным курсом, конкурентоспособность производителей должна вырасти. Производство Норвегии преимущественно ориентировано на экспорт, поэтому слабый обменный курс им будет выгоден. Но для этого еще нужно время. В этом году экспортный сектор не сильно повлияет на прирост ВВП. Объем промышленного производства вырос на 4,2% в годовой перспективе и на 0,7% в месячной. Почему данные настолько неоднородны? Что это говорит об экономике Норвегии? Важно помнить, что показатели за месяц всегда волатильны. Не стоит обращать слишком много внимания на месячные данные. Объем промышленного производства вырос на 0,7% в мае. К этому привело небольшое увеличение среднего уровня цен на нефть. Но этого и близко недостаточно, чтобы покрыть сокращение на 5% в апреле. В целом можно сказать, что сокращение цен на нефть прошлым летом привело к ярко выраженному тренду сокращения промышленного производства в Норвегии. Это, в свою очередь, вызвало сокращение обрабатывающего производства. Мы прогнозируем, учитывая текущие показатели экономики, сокращение роста ВВП с отметки 2,3% в 2014 году до 1,5% в 2015 и в 2016 годах. Уровень безработицы немного увеличится до уровня 4,5% и останется на этом уровне в следующем году. В пятницу мы узнаем данные по уровню инфляции в Норвегии. Какой показатель вы ожидаете? В пятницу показатель укажет на небольшое замедление инфляции потребительских цен с уровня 2,1% в мае до 2% в июне. Мы полагаем, что Центробанку нравится текущий уровень инфляции, который исключает необходимость изменений налогов. В следующие 18 месяцев мы считаем, что уровень инфляции будет сокращаться. Это отображение замедления роста экономики. Более важно то, что недавно были пересмотрены в сторону снижения прогнозы по росту заработных плат. Это указывает на слабый рынок труда, что опять-таки возлагает давление на инфляцию. Девальвация валюты за последний год постигнула инфляцию, но дальше валюта вряд ли будет падать. Слабый рост экономики и инфляции заставляет прогнозировать сокращение процентной ставки в Норвегии в этом году. Это может произойти уже в сентябре. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. За событиями мировой экономики следите с тукаскопи-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok